Это, наверное, тот случай, когда счет не поиграет. Так, если коротко. Ваши вопросы? Николай. Нет, я же сколько раз говорю, никакой тренер не будет себе врагов. Дело не в этом, что кто-то до меня подписал, либо кто-то при мне подписал. Есть тренировочный процесс, который дает ответ на все. Мы же сегодня после двух игр не можем сказать, что Богомольский выходит, и игра становится наша блеклая. Правильно? Мы не можем этого сказать. Поэтому на сегодня решение принимается по тренировочному процессу. Кто как в тренировочном процессе работает, так и выбираем игроков. То, что касается Копленко, то же самое. Никаких предвзятых этих нет. И я могу сказать точно, что ребята работают качественно. Вергеевич их забивает там за дубль, играет, когда выходит, играет. Но на сегодняшний день ситуация такая. Есть игроки, которые выглядят на сегодняшний день. Отдается предпочтение им. Влад Пароль, спросим, на портал трибуна. Роман Михайлович, мы начинали с три центральных защитника. Вообще оправдалась ли эта задумка? Почему такую тактику выбрали против Немана? И если еще можно, почему Сергей Тякова заменили? Мы проанализировали Неман. Неман играет агрессивно за счет двух форвардов. Поэтому мы понимали, что в начале развития атаки нам нужен будет лишний игрок. Поэтому добавили одного центрального защитника. И тем самым обрезали Неману прессинг высокий. Отсюда мы спокойно переходили из зоны обороны в зону атаку. Спокойно. При этом создавали моменты в первом тайме. В перерыве Дьяков не смог. Мы уже к концу первого тайма понимали, что он не сможет. Мы сделали невынужденную замену. Перешли на систему 4-4-2. Уже к тому времени и Неман не мог прессинговать, если вы заметили. Потому что невозможно прессинговать 90 минут. Нам хватало двух центральных защитников. При этом мы опять создавали моменты. И во втором тайме у нас были хорошие подходы. Но мы не забили. К сожалению, это футбол. И надо принять это и двигаться дальше. Сказать, что система себя не оправдала. У меня ни к 3-5-2, ни к 4-4-2 нет претензий. У меня даже по игре к ребятам нет претензий. Все отработали качественно, создали моменты. Но не забили сегодня. Футбол. Мы, наверное, за это и любим футбол. За вот эти эпизоды. В прошлой игре возникла такая перепалка между Дьяковом и Олегновичем. Как-то разбирались, выясняли, что произошло. Разговаривали с игроками. Да нет, это нормальные обычные эмоции. Это обычные эмоции двух взрослых людей. И акцентировать на этом. Сегодня оба были на поле, если вы заметили. Оба отдавались. Дьяков 45 минут, сколько смог. Олегнович еще больше смог. Причем довольно качественно. Что один, что второй. Будут еще вопросы? Владимир Юрьевич, на самом деле, правда, в России. Замену Фатайи делали с державами круглый матч с Витебска или какие-то другие резонеты? Нет, мы не думаем так далеко. До Витебска еще два дня. На сегодняшний день анализ игры показал быстрый, что Фатайи не цеплялся за мячи. И мы перестали прессинговать линию обороны соперник. Они стали более комфортно выходить из зоны обороны в зону атаку. Поэтому нужно было заменить более на другого форварда, который выполнял те требования, которые к нему выдвинули. Вы видели, вышел Богомольский, стал напрягать двух центральных защитников. И тем самым немок перешел на длинные передачи, которые мы все время подчищали. И создали еще, я же говорю, опять моменты впереди. Так случилось сегодня. Я же говорю, надо опять принять это и двигаться дальше. Было бы, наверное, хуже, если поиграли плохо, моментов не имели, проиграли. Наверное, это да. Ну, я говорю, сложный момент. Качество игры хорошее, но проиграли. Ничего страшного, это футбол. Игорь Шитов опять ошибся, пугает ли вас форма игрока и как-то будут ли какие-то, может быть, санкции, разговоры, будете разговаривать с футболистом? Ну, футбол подразумевает ошибки. Просто игроки, которые играют в атаке, их ошибки, они не так явно смотрятся. Понимаете, о чем говорю? Когда ошибается линия обороны, это другие ошибки. Ну, почему-то, когда Шитов забил, вы не спросили, вот Шитов забил, давайте поговорим с Шитовым, скажем, что он молодец. Ну, сегодня Игорь совершил ошибку, ему ничего страшного. Никаких разговоров не будет. Я же говорю, будем двигаться дальше, будем восстанавливать игроков, уже думать о следующем матче, о Кубковом. Для нас он не менее важен, не менее важен, а может даже еще важнее, чем тот, что был сегодня. Самое страшное, что нужно именно людей психологически восстановить после такого поражения. В любом случае, мы понимаем, что футболисты тоже понимают, что они имели эпизоды, имели хорошие подходы, не реализовали и при этом проиграли в конце. Это сложно, это удар. Ну, будем пытаться выйти все вместе с этого удара, ничего страшного, еще раз говорю. Вы понимаете, мы работаем в тренировочном процессе над определенными аспектами. Я всегда говорю, мы строим тот футбол, когда разговариваю с игроками, а те футболисты-исполнители, которые у нас есть, мы футбол сегодня пытаемся строить такой. Я всегда говорю, что есть футболисты, обладающие как хорошими качествами, так и плохими. И наша задача тренерского штаба заключается в том, что мы должны хорошее качество преподнести в хорошем виде, а все плохие качества, которые есть, неплохие, они чуть похуже, просто хорошие. Их нужно нивелировать. Мы работаем, пытаемся ставить свой футбол, в который мы хотим играть. Да, понравилась сегодня игра, но это не значит, что мы остались довольны. Результатом-то мы недовольны. И это, наверное, самое основное. И на сегодня это самое болезненное. Ну, я же говорю, надо принять и двигаться дальше. Закричу себе вопрос. В стартовых турах играл Ехая, затем ошибся в игре в Сутбском и перестал, ну, как сказать, вы стали делать ставку на мунирах. Связано вообще это с ошибкой в этой игре или просто на данный момент мунира сильнее чего? Я же вам ответил перед этим. Все решает тренировочный процесс. Основная лакомусовая бумажка – это тренировочный процесс. Кто как работает в тренировочном процессе, тот так и работает, тот и играет. Понимаете? Я же вам сказал перед этим. А ошибаются все. Просто у кого-то еще раз говорю. Ошибки ключевые, кто ближе к своим воротам. Те, кто дальше, у тех менее ключевые эти ошибки. Но при этом, вы заметите, мы сегодня говорим о Шитове, который допустил ошибку, и она ключевая. Но при этом никто из вас не задал вопрос. А вот Фатаний забил, 2-3 эпизода имел. И не первую игру, правильно? Заметьте, его никто не спросил. Второй форвард Белоног имел момент на первых минутах. Не забил. Но вы не обращайте на эти ошибки. Потому что они далеко от наших ворот. Ну, не забили, не забили. Там они ключевые ошибки. Шитов допустил эту ключевую ошибку. Но ничего страшного, я же говорю. Ничего страшного. Также есть Яхая ошибку, допустил ошибку. Во-первых, если вы помните, Яхая допустил ошибку в 35 метрах от ворот. После этого эту ошибку еще могли исправить группа игроков, которая находилась сзади. Правильно? Есть защитники. Еще один из опорных полузащитников, если вы помните. Они не исправили ошибку Яхая. Она была результативной. Это футбол. Это футбол. Радует, по крайней мере, то, что все-таки мы, слава богу, пока не пропускаем, мало пропускаем. И тот гол единственный, который мы пропустили, я считаю, что он со стандарта. Но я же говорю, надо сегодня принять то, что случилось. Это больно. Но мы примем и будем двигаться дальше. Очки все теряют. Турнир длинный. Вы же видите. И Брезды игры подряд теряют очки. На то, что я говорил, когда у меня первое время спрашивали по поводу чемпионата Беларуси. Я уже могу сейчас однозначно сказать, чемпионат очень сложный. И легко никому не будет. Продолжение следует.